И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, «Почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С воскресным праздничным днём вас сердечно поздравляю, дорогие братья и сёстры. Неделя 35 по 50-нице. Сегодня отдание праздника, Богоявление. Мы занесли в алтарь икону крещения Господня. Поэтому в этом году в последний раз с радостью всех поздравляю с праздником явления Бога Троицы, всему человечеству и, конечно, крещением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ибо с этого момента крещение в водах Иордана началось, в общем-то, исполнение задуманного Господом Богом спасения наш человеком, который должен быть Сын Божий и совершить. Поэтому с крещением и Богоявлением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно всех вас поздравляю, дорогие братья и сёстры. Сегодня Святая Православная Церковь поминает Нину, просветительницу Грузии. И, конечно, опять же, мы все поздравляем всех Нин, которые сегодня здесь у нас в храме молятся о своей небесной заступнице. Ну и всех наших родных, всех знакомых, пожалуйста, приходите домой и, Нин, поздравляйте, потому что сегодня действительно день их небесной покровительницы. Святая Православная, просветительница Грузии Нина, моли Бога о нас. А сегодня, дорогие братья и сёстры, ещё раз повторяюсь, неделя 35-я Пятидесятница, но Евангелие, которое сегодня мы с вами слышали, это неделя 30-я, тут совсем недавно мы слышали это Евангелие и подробно говорили о смысле того, что произошло вот две тысячи лет назад. Но, дорогие братья и сёстры, Господь через Церковь свою обращает особое внимание на это евангельское чтение, значит, оно очень важным является. А важным является тот вопрос, который, как евангелист Матфей говорил, «Богатый юноша», Евангелие Слука говорил, один из начальствующих иудей, иудейских, то есть богатый, занимающий высокоположение, молодой человек, искушая Господа, он спросил его, что мне нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Этот вопрос касается каждого и волнует каждого из нас с вами, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь сказал ему, ещё раз повторяюсь, он искушал Господа, Господь видел его, состояние его внутреннего мира, души его, совести его. Он ему сказал, что достаточно, ну, исполняй заповеди, так было сказано. И тогда становится вопрос, родные мои, ведь человек ответил Господу, что он с юности своей исполняет все заповеди, то есть он воспитывался в семье, верующей, поэтому это уже привычка для него, исполнять заповеди Моисеев, из закона Моисеев, закон Моисеев исполнять. А Господь сказал ему, тебе одного не хватает, тот, что является препятствием для того, чтобы жизнь вечную ты обрёл в будущем. Возьми, продай своё имение и раздай нищим. Ну, мы с вами знаем, что произошло. Конечно, опечалился этот богатый человек, ибо получается, что нужно менять образ жизни своей, а он высокое положение занимал. И это очень неинтересно было. И поэтому опечалился, и отошёл от Господа ни с чем. И тут получается вопрос такой. Получается, что исполнение заповедей не является гарантией того, что человек спасётся, обретёт жизнь вечную. Не является гарантией. И мы этому, свидетели, ещё вспомните, когда фарисей молился в храме, помните? И благодарил Господа, Господи, я благодарю тебя за то, что... За что? За то, что я не такой, как другие окружающие меня люди, мерзкие и всякие плохие. То есть там тоже самое заблуждение. Хотя этот человек благодарил Господа за то, что он все заповеди, опять же, заповеди все исполнял. Он закон Моисеев полностью исполнял, и десятину, он перечислял, и десятину я отдаю, и так далее. Всё это исполнял. И получается, что он ушёл менее оправданно, нежели мытарь, который стоял в притворе и считал недостойно себя в храм вообще зайти, бил себя в грудь и говорил, Боже, милости мне быть грешным. То есть, очевидно, человек понимал, что он много нарушил раз заповеди Божии или вообще не соблюдал многие заповеди, считал поэтому себя недостойно войти в храм, бил в грудь себя, Боже, милости мне буди грешному. И мы с вами, родные, мы должны вспомнить, что имел в виду Господь, когда Он своим ученикам, а это значит и нам, христианам, последних времён, обращался и говорил им, «Берегите закваски фарисейской, берегите закваски фарисейской», что имел в виду Господь наш Иисус Христос. Родные мои, мы слышали в Евангелии неоднократно, нам пример фарисеев приводился в Священном Писании, когда были постные дни, что делали фарисеи, выходили на те места, где перекрёстки дорогом было. Перекрёсток дорог, это там много людей было, и там шли, и с этой стороны шли. Там они делали вид очень постящихся, таких переживающих, молящихся, пеплом голову себе посыпали там и так далее, любили очень, навоскрыли одежду, прикреплять какие-то цитаты из Священного Писания, то есть они показывали себя очень набожными, молящимися, верными Богу и так далее, и так далее. А что Господь на это сказал? «Не подражай им, зайди в дом свой, закрой дверь, помолись Господу Богу в тайне, и Господь Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ещё хочу напомнить вам, родные мои, как помните, как вся Иудея, весь житель Иерусалима и Галилея, они приходили, крестились у Иоанна в водах Иордана. То есть там толпы людей было, вот столько людей пришло к этому человеку, которого почитали величайшим из пророков. И фарисеи, естественно, когда они это увидели, они хотели быть вместе с народом, но они же представляют народ. И вот они тоже пошли к Иоанну. Но Господь наделил Иоанна многими дарами. В том числе он видел внутреннее состояние души, душ людей. И помните, как он характеризовал фарисеев? Снаружи, да, как гробы, украшенные, красивые, а внутри гниль, мерзость, запустение. Вот трагедия, которая была в те времена в Иудее, у начальников духовных иудейских, которые вели вроде как спасение, на самом деле нет, этого не было. Слепые вожди, куда слепые вожди могут привести людей? Разве к спасению? Именно это и была трагедия их. То есть внешнее лицемерие в вере. Вот это страшный грех, лицемерие в вере. Люди показывали себя верующими для окружающих людей. И Господь об этом сказал. И вы получили награду уже на земле за свое вот такое верование. То есть люди вас почитали, действительно, люди попадались на эту приманку, на эту обманку. И да, и почитали их как действительно высокодуховных людей и так далее. А Господь говорил, что на небесах и награды вам не будет никакой за это. Вы уже здесь, на земле, получили награду. И мы с вами, родные мои, должны помнить совершенно твердо. Сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Неисполнение многое заповедей. Даже вот исполнение заповедей, исполнение заповедей, оно должно иметь эффект, принести какое изменение для сердца и для души человека. Какое изменение? А Господь говорил о том, что весь закон, все пророки, то есть все заповеди, вообще весь закон, он, можно его, в общем-то, или так, весь закон и пророки в двух заповедях заключаются. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, своим всем разумением своим, всей души своей, всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя. То есть исполнение заповедей и вот как бы желание спасения или жизни вечной, оно должно привести именно к этому эффекту. Любви к Богу и к ближнему, как к самому себя. Любовь к Богу. Да, мы можем декларировать и говорить, и всем рассказывать, я Богу люблю, бить себя в грудь и так далее. Как проверяется любовь к Богу? Мы неоднократно говорили, но должны твердо знать. Любовь к Богу, она проявляется через любовь к ближним. Сам Господь об этом говорил. Если вы накормили тех, кто хочет кушать, и напоили тех, кто жаждет, одели нагого человека, в темнице утешили человека, в больницу пришли, навестили человека, помогли людям, то вы это сделали для меня. То есть любовь к Богу, еще раз повторюсь, проявляется через любовь к человеку. Поэтому, конечно же, вот эта молитва фарисея, которая говорил, превозносила себя над всеми людьми, она не принята была Господом Богом, потому что там совершенный эгоизм, и все сделалось только для того, чтобы восхвалить себя. Господи, благодарю Тебя за то, что я такой замечательный человек. Вот смысл молитвы фарисея в храме. Дорогие братья и сестры, а теперь вопрос стоит, заповеди нужно исполнять. И вот мы должны вспомнить вообще ту формулу, которую Господь сказал нам с вами, для того, чтобы действительно обрести жизнь вечную, или быть в Царстве Небесном с Богом. Что нужно сделать? Отречься от себя, взять крест свой и следовать за Христом. Почему мы должны следовать за Христом? Потому что Христос и есть путь, истина и жизнь. То есть путь. Он нам указывает своим благовестием. Путь, которым надо идти, что нужно делать. Потому что то, что Он говорит, это есть истина. Истина в последней инстанции. Другой истины нет. Это одна истина. Ну а Христос Сам есть действительно, как сказано, жизнь. То есть Он и ведет к жизни будущего века в Царстве Небесном. В Царстве Небесном. Теперь вопрос такой стоит. А что значит отречься от себя? Отречься от себя, это не значит бороться со своим телом физическим. Тело – это храме на душе. Это то, что сотворил Господь Бог. То есть, все творение Божие мы должны любить. Поэтому то, что мы знаем, истязали, как бы не истязали не тело свое, как мы знаем, подвижниками, веригами различными и другими такими мерами, которые принимали, они боролись с похотью плоти, то есть с грехом, который действительно сидит в каждом из нас с вами, родные мои. Апостол Павел четко совершенно говорил, хочу, говорю, доброе дело. Знаю, что нужно делать только доброе. Но не могу. А вот плохое, оно само собой получается. Никаких усилий не надо делать. Плохое само собой получается. Так вот, родные мои, отречься от себя – это значит не поступать так, как хочет наша плоть и как нашептывает нам дьявол. Не поступать так. А поступать правильно. Я еще раз повторюсь. Не поступать, как хочет наша плоть, как желают мы. А поступать правильно. Что значит поступать правильно? Поступать по заповедям Божьим. Вот почему необходимо для спасения и именно соблюдение заповедей, которые Господь нам дал. Господь сказал нам, не упивайтесь вином, якого в нем есть блуд. Сказал или нет? Сказал. И причем мы знаем о том, что мы можем все делать. Нам все дозволено, но не все полезно. Вот то, что не полезно, нам открыто, что это не полезно. И мы с вами знаем действительно, когда нам плоть говорит, ой, одну чарку выпил, ну, как-то возвеселилось сердце, надо добавить, чтобы веселее стало, а потом еще, 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 еще. Так вот, нас должно сдерживать именно то, что сказал нам Господь наш Иисус Христос. В нем блуд. Да, одна чарка на здравие, вторая на веселье, третья на сытость. Маленькие чарки, не стаканы. Вот и все, что должно быть. Это народная мудрость. Ну, она, в общем-то, где-то со Священным Писанием тоже стыкуется, как бы. Да? То есть, вот о чем речь. Потому что, что значит пьяный человек? Родные мои, мы прекрасно с вами знаем, сколько преступлений в пьяном виде совершается. Да, большая часть, больший процент. Сколько мерзости, насилия, там, я не знаю, убийств, драки и тому подобное. Или эти, читаешь эти, катастрофы на дорогах, в автомобиле, когда пьяный человек сидит. Если мы это знаем, и нам сказано, мы должны поступать не так, как хочется плоти нашей, которая за этой рюмкой тянется, а действительно поступать правильно, по заповедям Божьим. Вот, если мы это будем делать, то действительно мы пойдем, будем идти по спасению. Дорогие братья и сестры, и еще раз я повторюсь, что самое главное для нас, это наше сердце, сокрушенное и смиренное. Заповеди соблюдаем, берем крест свой. Что означает взять крест свой и идти за Христом? Что значит крест? Это значит исполнять волю Божию о каждом из нас с вами. Господь каждому из нас дает таланты, способности. Каждый из нас не просто родился в этот мир для того, чтобы провести какое-то, сколько-то лет здесь, ну и умереть, и уйти из этого мира. Нет, мы что-то тут, каждый из нас, каждый из нас должен на этой земле нечто исполнить, исполнить промысел Божий о нас. Притч о талантах четко говорит об этом, что мы, то, что Он нам дал, Господь Бог, мы должны выполнить, причем более приумножить, приумножить, если мы хотим действительно достичь Царства Небесного и жизни вечной. Это значит, мы должны четко, совершенно познать себя. то есть, чему, какие способности даровал нам Господь? Здесь есть способности и молитвы, это тоже Его дар большой. И вот, пожалуйста, сегодняшнему юноше Господь сказал, что продай свое имение, то есть то, что тебя приковывает как бы цепями к миру, то, что и не отковалось, так и осталось, так Он и остался погибать, хотя исполнял все заповеди. Но еще один момент, если хочет, значит, продай свое имение, раздай нищим и следуй за мной. Это пример нынешних наших монашествующих, люди, которые отказываются от личной жизни, в миру, от имения, в миру, от всего, всю свою жизнь как бы посвящают Господу Богу. Вот этот вот пример, который, или совет, который дал Господь этому богатому юноше. А нам, еще родные мои, еще раз я повторяюсь, совсем другое благословение. Плодитесь и размножайтесь. Поэтому счастье большое, когда тут под ногами воркуют такие чудеса, которые здесь вот валятся прямо с ног. Пускай сядет на ступень. Да. Так что, это счастье, и это благословение Божие каждому из нас с вами, в том числе и наши труды. Потому что хлеб будем, надо есть или нет. Кто-то должен выпекать, кто-то должен садить, кто-то должен собирать хлеб. Должно. Каждый из нас исполняет свою роль в этой жизни. Только тогда человек будет счастливым, если он понял, что заложил в нем Господь. Не то, что мама хочет тебя сунуть в какой-то престижный институт, а к чему ты склонен, к чему ты радуешься, когда ты этим занимаешься. Тогда человек действительно будет счастлив на этой земле, ибо он исполняет волю Божию о себе. Итак, дорогие братья и сестры, следим за собой, идем за Христом, потому что взяли заплук, уже идем вперед, не глазеем по сторонам и назад не оглядываемся, а идем за Христом вперед. Исполнять заповеди обязательно это наше спасение, это наша подсказка Господа, как правильно жить на этой земле, как не ошибиться, чтобы не погибнуть не только в жизни вечной, но и здесь, на земле. Прекрасно все понимают, что любой грех несет за собой тяжелые физические болезни, несчастья и тому подобное. Вот он пьет, 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 семьи нету, с работы уволили, куда тебе идти? А ничего, кроме бутылки в глазах нету. Порабощен человек дьявол, человек должен прийти в себя. Пример разбойника об этом говорит, потому что мы, слава тебе Господи, не даем оценку себе, и мы понимаем, что мы недостойны, как вот этот мытарь, который бил себя в грудь и говорил, Боже, милости, будем не грешны. Мы понимаем это, но идем ко Христу, потому что пример разбойника об этом говорит, который вообще никакие заповеди, наверное, не исполнял, и только преступления совершал, да, а когда пришел в себя в последние минуты своей жизни, именно в последние минуты, потому что уже шли перебивать голени им. И эти последние минуты он преобразился и понял, кто рядом с ним, посреди их двух, распят был. И тот же миг оказался в раю. Вот это пример для нас спасительный. То есть, этот пример, он как бы успокаивает нас в нашей, может быть, панике, когда мы начинаем паниковать, что мы ничего не достойны и тому подобное. Мы достойны любви Божией. Он ради нас и пришел. И именно плохих пришел он. Потому что хорошие они во враче не нуждаются, а вот плохие, как мы с вами, мы нуждаемся во враче. Поэтому прибегаем Господу Богу за помощью. Спаси и сохрани все вас, Господи, дорогие братья и сестры, помощи Божией в нашем житии, бытии и на пути спасительного. Субтитры создавал DimaTorzok